А тебя взяли в ручки! Поехали на машине! Не как дополнительный выходной среди недели, а именно как праздник восприняли многие видновчане этот день, придя с утра пораньше к кинотеатру «Искра». Клоун Алекс завлекал в свои игры и ребят и взрослых. Всех, кто решил, что день должен пройти на радостной нотке. В кучке ребятишек единственный папа Александр Корезин. Привёл сюда сынишку поиграть, а увлёкся сам. Единственный папа в нашем конкурсе! Ура! Достаточно новый праздник и, скажем так, перетёк из 7 ноября. И поэтому ещё не привыкли к новому празднику. Но традиции Дня народного единства, зарождающиеся в Видном, очень хорошие. В этом году город посетило множество гостей из различных республик России. Каждая представила свою палатку, где можно было увидеть образцы культуры и искусства народов, населяющих нашу необъятную страну, их традиции. Татарин Минхан Хусеинов уже более 30 лет живёт в Видном, но культуру свою чтит, как и все местные представители этой диаспоры. Минхан рад, что теперь есть праздник, объединяющий народы. Народ всегда должен быть единым, без разницы, татарин, русский, украинец. Они всегда должны быть едины, как раньше было, так и сейчас должны быть. Под лирические мотивы нашего героя невозможно не пойти в пляс. Людмила Асеева русская, но учит хореографии, где встречаются танцы разных народов. Дети наши учат Татарию, Башкирию, Удмуртию, Прибалтику. Та, что когда-то была, к сожалению, наша. Это же здорово. Знать историю культуры своего народа – это необходимо. И вот тогда у нас будет единство. Рядом обосновались гости из Мордовии. Куклы в национальных костюмах – работа рук Ольги Якомаскиной. Вот эта куколка у нас, как в Мордовии, это повседневный. Каждый день у нас так ходят. А вот эта кукла у нас – это свадебная. Мои куклы даже в Владивостоке есть. Да, вот приезжают к нам в Шайгово земляки наши и покупают везде, и на Украине, и в Сахалине, в Ленинграде. Возрождающиеся традиции казачества перестали быть уже чем-то необычным. Казаки привезли с собой все, чем живут, что производят и выращивают. И царская Россия была, и в советское время, и в наше время. Это многонациональная страна. И мы едины. Как бы нас ни разделяли, как бы что ни говорили, мы единый народ. В это же время в фойе «Искры» проходили мастер-классы видновских творческих клубов. Здесь учили выжигать по дереву, лепить из глины, вышивать. Вероника Вострикова, к примеру, так увлеклась вышиванием из лент, что решила продолжить обучение. Мне понравилось, я хочу этим заниматься. В знак единства кульминационным моментом праздника стал пирог, разрезанный на сотню маленьких кусочков, попробовать который смогли все желающие. А после все вместе отправились на концерт, посвященный Дню Народного Единства, где первым видновчан и гостей города поздравил глава муниципалитета. Мы видим, какая у нас прекрасная многонациональная, многоконфессиональная страна. Пока мы едины, мы непобедимы. И я уверен, что этот лозунг должен проходить через всю нашу с вами жизнь. На разных языках народов России исполнялись песни, зрители увидели все разнообразие народных костюмов, культурных традиций нашей многонациональной страны. Всего же в этот день праздник состоялся на 33 площадках района. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.